Дорогие друзья, сегодня четверг, а по четвергам у нас в гостях Светлана Лаврова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел обратиться к аудитории, что, как всегда, вы можете задать вопросы, как на канале YouTube, Autopallstar, а также в Zoom-сообществе Браво. На это у вас будет ровно час. А не только не вечность, как заявлено в теме, а полное название темы у нас «Осознание вечности». Что бы это значило, Светлана? Скажите. Да, я вам хотела бы сегодня рассказать как раз об этой теме «Осознание вечности», что я имею в виду под этим. Но давайте пока соберется на народ, я еще сразу же скажу. Мне написали несколько человек такие слезные сообщения, что как это так, мы узнали, что вас не будет по четвергам на Autopallstar. Ребят, я с Autopallstar никуда не ухожу. Просто я буду не каждый день, а через неделю. Поэтому не переживайте. И в любом случае у меня точно так же остаются эфиры на моем канале. Можете там смотреть, там на дни темы, здесь другие темы. Вот поэтому где вам удобно, там мы, пожалуйста, будем общаться. Это первый момент. И второй момент, я уже говорила, что некоторые вопросы неэтично обсуждать в открытых эфирах, потому что я что-то не могу донести так, чтобы было понятно именно то, о чем я говорю. И поэтому я делаю ретриты. Но я понимаю, что я не могу ретритами охватить всех по определенным причинам. И мне поступили предложения, чтобы ездить по городам. И мне, в принципе, это показалось достаточно интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот. И первый мой такой будет выезд, один из первых. Это будет 28-го и 29-го числа в Москве, октября. 28-го и 29-го октября это будет в Москве. А 30-го я буду на слете, слет автономов, по-моему, называется, в Подмосковье. Вот. Потом мы еще дату не определили в Питере, в Екатеринбурге. Вот. Поэтому если кому-то интересно, если кто-то хочет тоже сделать организатором в своем городе, то я, конечно, рассмотрю эти предложения с огромным удовольствием. Вот. А тема сегодня заявлена «Осознание вечности». Она не просто так, потому что я... Я во вторник, в этот вторник провела эфир на своем канале, и там как раз у меня была тема «Все вопросы, все ответы в тебе». Я не просто так эту тему задела, потому что очень многие ребята стараются идти за кем-то, найти себе какого-то проводника, найти себе гуру, найти себе еще кого-то осознанного, потом просветленного, пробужденного и множество всего, и идут за тем человеком, проживая его жизнь. И я все же, наверное, призываю вас, ребят, очень углубляться в себя. И это здорово, когда есть какие-то спикеры, в том числе и я, которые могут сработать вашим триггером, но не больше. Я как раз нацелена на то, чтобы раскрыть вас, чтобы вы были максимально свободными для самого себя, максимально свободными от любого какого-то вашего внедрения в вас, какой-либо информации, которая вам не ложится. Но я про эту тему сейчас не буду говорить много, потому что про нее рассказывала, а именно почему я говорю про вечность, потому что у многих сейчас есть такая цель – автономия. Но я уже, наверное, не один раз, а многократно говорила, что автономия – это всего лишь побочный эффект. Когда вы отказываетесь от еды и от пищи, если мы идем через осознание, то жизнь без еды – это именно побочный эффект от осознания себя. Когда вы осознаёте себя, там идёт автоматически осознание, следующий этап, следующий шаг – осознание себя вечным. Что такое осознание вечности? Что такое вечное? Как я могу себя осознать вечным? Это же не только какие-то психологические процессы, это в первую очередь физиологический процесс. Я говорю не о реаккарнации, не о перерождении, не о том, что наше сознание будет вечно жить в каком-то там непонятном месте или ещё в чём-то. Я вам говорю о вечности, ну как минимум о, наверное, о долгожительстве. Долгожительство, я имею в виду, это тысяча и более лет. Я как раз говорю вот про эти процессы, что вечность, она как раз такая и есть. И у нас в определённое время социумом для определённых вещей нам создали время. И его очень-очень чётко нам подсадили в наше сознание. И все вот эти вот поговорки, да, ещё не время, время покажет, заживёт до свадьбы, да, тоже вот этот временной отрезок. Там век живи, век учись. Раз опять временной отрезок. И всё у нас, все наши шаблоны, которые есть в нас, все наши социальные программы, они все предопределены определённым временем. Это то время, которое у нас есть только в голове. И, наверное, чтобы было более понятно, как мы можем избавиться от временного пространства. И я уже говорила, что время — это та плотность, в которую мы периодически переходим. И именно временное пространство плотности, которое идёт внутри нашего аватара и снаружи, это разные, абсолютно разные плотности, разные временные аспекты. И я бы, наверное, хотела на таком очень-очень простом примере привести, потому что на ретрите я не просто так с ребятами заходила в клетки. И у меня сейчас вот этот ретрит 26 числа, который будет, и практически все ребята, которые с того ретрита, они будут на этом. Поэтому у нас есть возможность продолжить, да, продолжить не просто зайти в клетки, а посмотреть, что такое ДНК. И на таком простом примере я бы, наверное, хотела вам показать такое немножечко приоткрыть занавес именно моего рассуждения, моего мышления и моего знания, что такое вечность, которая есть непосредственно в нас. Вы все, наверное, видели, знаете, либо слышали, либо где-то на экранах в детских учебниках, когда показаны часы. И в каждых часах механические, да, мы про механические часы говорим, там есть пружина. И от определенного количества пружины, как она только сжимается, раз стрелочка перекидывается, сжимается, раз стрелочка перекидывается. И вот так вот минутки, они отщелкиваются. Но часовой механизм – это такая банальная копия, самая-самая банальная человеческого организма. А что такое человеческий организм? Мы же с вами все знаем, мы все видели, по крайней мере, точно так же на рисунках ДНК. ДНК, она как идет? Она идет точно так же в виде спирали. И вот эта вот спираль – это и есть наша временная структура нашего аватара. И когда мы начинаем что-либо познавать, что-либо узнавать, но мечтать, да, но я сейчас вам еще раз повторюсь, что я вам сейчас говорю только поверхностные вещи, потому что узнать, мечтать и приходить к определенным действиям – это тоже своя структура, свой механизм. Я, наверное, про них немножечко расскажу в своих открытых встречах, естественно, и на ретритах, и на открытых встречах, чтобы вы могли позадавать именно те вопросы, которые я смогу открыть лично. Потому что в часовой промежуток мы, конечно же, не уложимся, и на все вопросы я ответить не смогу, поэтому только поверхности беру. И вот когда мы о чем-то думаем, мы о чем-то мечтаем, у нас приходят какие-то знания, у нас приходят какие-то осознания. У нас, когда приходят эти процессы, у нас наша ДНК, она как будто бы пружинится, она как будто бы сжимается, сжимается, потом раз у нас идет осознание – чип, новый виток. И вот чем больше мы идем в развитие себя, чем больше мы идем в те же мечтания, которые мы можем, мы каждое мечтание можем реализовать, ребят. Я говорила об этом уже не раз. Но мечтания у нас, мы просто немножечко не умеем мечтать, у нас они забиты социальными программами, но тем не менее, когда мы приходим к самому себе, мы очень четко знаем, что такое мечтание, и уже видим эти процессы. И вот в период этих мечтаний, в период каких-то новых знаний, которые мы в себя вкладываем периодически, в период еще каких-то наполнений самих себя, у нас вот эта вот спиралька ДНК, она как бы сжимается, и до определенного момента она сжимается, 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 а потом раз – выстреливается. И вот когда она выстреливается, как раз идет полностью переформирование всего нашего физического тела. Что такое вот эти вот сжимания? Наверное, вы видели, по себе ощущали. Вот бывает такое, что вот вы знаете информацию, вот вы знаете информацию, ее слышали много раз, видели много раз, сами кому-то говорили, но до вас она не доходила. А потом раз – приходит какой-то триггер, я не знаю, он может быть любым. Может кастрюле упасть, может кто-то по телевизору что-то сказать, можете увидеть баннер на улице. И вы такие – о, точно, вот это же есть. Это как раз сыграло тем триггером, когда у вас вот это вот уплотнение, уплотнение было, 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 а потом раз – сыграло, и вы вышли на следующую спираль. Так, следующую спираль, когда вы выходите, это идет обновление и регенерация ваших физических клеток в том числе. И чем больше мы будем… И почему я все время сейчас говорю, идите через осознание самого себя, идите к самому себе, только после этого у вас начнет отваливаться все вот это вот ненужное, все искусственное. Именно когда мы, чем больше мы идем к себе, тем больше мы запускаем наш физический процесс формирования и регенерации наших физических клеток. И тем больше мы себе позволяем находиться в этом физическом теле максимально комфортно, тем больше мы позволяем себе выходить на следующий и следующий уровень самого себя. Если в двух словах, то, наверное, вот так вот. Если есть вопросы, то я с удовольствием отвечу. Да, к нам поступили вопросы. На канале YouTube Женя Полищук спрашивает, как понять, что в организме не осталось паразитов и грибков? Женя, наверное, я так отвечу, что у нас у всех разная критериальность паразитов и грибков. И в определенных периодах своего жизненного существования, когда у нас организм на каком-то периоде, нам необходимы определенные, скажем так, назовем их грубо, грибки, микрофлора, паразиты, еще что-то. Когда мы выходим на другое питание, у нас внутри заселяется другая микрофлора. И она под каждое наше питание, то есть если вы будете постоянно пить какие-то очищающие микстуры, если вы будете постоянно делать эти клизмы, но питание и, самое главное, осознание у вас не сменится, то все, что вы делаете, это бесполезно. Все равно заселение будет ровно такое, на каком уровне вы стоите. Но и опять же вернусь к тому, что чаще всего говна больше у нас не в животе, не в желудке, а говна больше всего у нас в голове. Поэтому все-таки идем через осознание, через голову, через сознание, которое осознается нашим физическим аватаром. Ирина, если я правильно прочитал, Ирина Кайфуша задает вопрос, одноименный, по сути, вопрос. Сейчас многие люди так торопятся просветлиться, что используют в церемонии силы растений. Подскажите, пожалуйста, какое истинное влияние на организм человека, на его сознание оказывает психоделик? Ну, это же искусственный выстрел вас в определенные состояния. Вы туда в обычном состоянии. Чем больше вы будете использовать эти психоделики, тем дальше вы будете от этих состояний. Вы будете в эти состояния входить только через определенные вещи, которые вы себе добавляли. У меня есть несколько людей, которые позиционируют себя шаманами, и, наверное, оно так и есть, я просто не вникала в этот шаманец, которые вот эти вот, как они называются, растения силы, да, которые, которые, я не знаю, как оно правильно называется, которым приезжают люди, чтобы они через растения силы сделали какие-то посвящения, чтобы они вышли на определенный там уровень самого себя. но сами они говорят, что мы не можем туда выйти, и они приходят ко мне, чтобы я помогла им осознаться, чтобы они без вот этих психоделиков начали выходить в эти состояния. Но чем дольше они в них бывают, чем чаще они в них бывают, тем сложнее и сложнее им в естественное состояние прийти. Это факт. Привет, Расковна. Да, Расковна, всем прислал привет в виде пиктограммки. Вот я бы хотел в той теме сказать, что вот вечность, по-моему, телу, я могу шутить только о тех или иных понятиях, сквозь свое тело, свои ощущения. У меня только такое представление о вечности, как если бы я попадал в состояние как бы не присутствия, как ни странно, то есть, ладно, я сейчас говорю сумбурно, но отсутствие каких-либо сомнений, страхов, все то мелкого, негативного, потому что это негативное и мелкое, как бы оно акцентируется на чем-то конкретном, например, на мне, как на человеке, как на личности. Но когда нету ничего дурного во мне, я осознаю, что я как будто бы безмерен, ну, соответственно, и вечен. Если, допустимо ли такое толкование вечности, что ли, или осознавание вечности, как человеку почувствовать себя вечным, что ли, как это было? Это приходят знания, когда у тебя уже нет веры, и что я верю, что ты верен, и что я вечный. Когда у тебя нет вот этого, что я так полагаю, потому что вот так вот я себе буду... А есть знания, они просто... Они прощелкивают, и потом ты просто знаешь, что ты вечный, и идешь уже своим путем. Это то же самое, что когда ты порезал палец, ты же не думаешь о том, что я сейчас направлю там клетки свои и в этот палец, чтобы они быстрее зажили, там еще что-то. Ты просто знаешь, что он заживет. Ты как бы... Ты делаешь свои дела, не направляя туда энергию, потому что многие говорят, направляй туда энергию. Направляй энергию там в зубы, чтобы они у тебя выросли. Направляй энергию там в волосы, не знаю, там в ногти, еще во что-то, чтобы они у тебя отросли, выросли и были великолепными. Это не так делается, что никто не пробовал направлять энергию туда, но что-то ни у кого не выросло. Это есть знание. Иногда бывает такое, что перескакиваешь вот эти знания и получаются определенные вещи, как у некоторых, у многих людей вырастают зубы, когда они этим не заморачиваются же, а просто у них вот этот пересчелк. То есть у них есть определенные вещи, то есть мы же вечными становимся тоже по многим граням, то есть по одной грани мы осознали себя, по другой думаем, ой, немножечко вот не так. Почему у нас не происходит в легкости большинство функционала нашего физического тела, такие как левитация, телепортация, еще что-то. Это же наш функционал нашего физического тела, но они чаще всего происходят с определенными людьми точечно, то есть разово. И вот они вот несколько раз это сделали, потом включаются определенные блоки, им все сложнее и сложнее становится это делать. Это то же самое, как некоторые выходят на голодание, и первые там несколько раз голодание выходит замечательно, потом они не могут зайти. Это срабатывают определенные блоки, про них как раз я тоже говорила и даже на прямом эфире, и глубоко мы рассматриваем их в тех же ретритах. Это когда у нас идет блок на самого себя, это есть такое. И когда мы ощущаем себя вечными, когда мы чувствуем уже себя вечными, то здесь нет такого, что ты об этом все время думаешь, тут нет такого, что ты говоришь, что я верю, что я вечная, верю, что я буду вот столько-то жить. Ты просто знаешь, что ты будешь жить столько, сколько тебе нужно, но если у тебя будет, опять же, определенная цель самого себя, куда ты идешь, ты должен знать свой путь, куда ты идешь. И всегда за сознанием подтягивается физическое тело, и после этого приходит осознание вечности. Это вот такой процесс, то есть сначала срабатывает сознание, через сознание, физика, она как бы выдыхает их, есть. Пошла физика за сознанием, и происходит осознание этого всего единого. Я не знаю, ответила на вопрос. Да, более чем развернуто, я бы сказал, безмерно. Ирина Кайфуша все-таки спрашивает, какие источники знаний о вечности можете порекомендовать? Источники знаний о вечности. Ну, в себя? Нет, ну, если нет единого источника знаний, вы можете смотреть, это же, это доказано еще в прошлом веке официальные, наверное, нет, я неправильно сказала, не в прошлом веке, это было всегда, это всегда есть, это всегда вы можете найти информацию, это та информация, которую с огромным удовольствием удаляют, потому что она никому неудобна, потому что она никому не нужна, эта информация. И если вы в этом будете, это будете исследовать, если вы будете это изучать, то вы найдете на эти вопросы, на свои вопросы-ответы. Но я вам сразу же скажу, если вы пойдете через ум, через знания, то есть если вы сначала будете идти через знания, их прокручивать через ум, то через чувствование вашим физическим телом, у вас получится это, если получится, то с огромным трудом. А если вы пойдете через чувствование тела, потому что тело врать не умеет, потому что только физическое тело всегда в моменте, ум всегда бегает, а сознание не всегда у нас включено в определенный момент. Когда ум убежал, сознание просто сидит и ждет, ну когда же оно вернется. Поэтому если вы научитесь через чувствование, через тело у себя находить определенные ключи к самому себе, то это будет моментально выстреливать в сознание, минуя ум, когда вам не нужно будет интерпретировать все, что случилось. И когда уже выстрелит в сознание, тогда через осознание у вас придет эта цельная картинка. И ум как фильтр интерпретационный вам уже не нужен будет. Вот в этом случае, например, в этом случае. Но во многих случаях так оно и есть. Тут Раскол довольно верно заметил, что растение силы сделает тебя растением слабости. Аймо Юнтура спрашивает, а какие источники знания о своем пути существуют? Ребят, всегда источник знания – это вы. Других источников знания не бывает. Все остальное – это могут быть только ваши триггеры. Я, еще кто-то, какие-то книги, какие-то лекции, что-то еще. Может быть только вашим триггером. Но если есть какие-то учения, куда вас уводят в учение, это всегда не ваш путь. Запомните, учение – это всегда человек интерпретирует свои знания, свои знания, вынес во что-то. И вы можете на определенном пути подтянуть свою физику, подтянуть свой ум, не сознание, а ум только. Сознание только вы можете подтянуть через самого себя. Либо если вы выбираете таких, с кем вам проще осознаться, то выбирайте тех, которые приводят только к вам самим, не которые ведут за собой, а которые всегда приводят к вам самим. И только когда вы будете общаться, видеть, и в вашем поле будут такие люди, которые приводят к вам самим, то вам будет проще все познать через самого себя. И тогда вам будут неинтересны какие-либо книги, какие-либо вот эти вот учения, потому что вы, вот эти книги и учения, они будут просто доказывать определенные вещи, которые в вас уже выплыли, которые вы уже увидели. И тогда это будет просто как доказательство. Но нужно вам будет доказательство или нет, это уже другой вопрос. И мне иногда нужно доказательство, потому что у меня спрашиваете вы. А самой мне что-то знать, узнавать не нужно. То есть я, в принципе, я уже не раз говорила, да, что я не читала никаких книг, и когда меня спрашивала, там, знаете ли вы это, я даже вот эту вот Анастасию, да, ее, по-моему, все читали, «Звенящие кедры» в России, я не прочитала ни одной книги. Я не прочитала ни одной книги Дольменов, хотя мне ребята, Светуля мне подарила полную коллекцию. Но я знаю, то есть я приезжаю на Дольмены, и они общаются. Они общаются, и то, что я рассказываю ребятам, как бы, там даже, ну, можно проверить, да, можно не проверять. То есть там такие происходят определенные вещи, которые просто видно, что их уже, это идут как знания. И если вы возвращаетесь к себе, то у вас эти знания, они распаковываются, потому что наша планета – это вообще открытая книга. И когда мы научаемся ее читать, я еще не научилась читать, я знаю только вот какие-то моменты, но когда мы научаемся ее читать, и есть такие люди, которые умеют читать, они выходят в следующую плотность самого себя, в следующую плотность этой же планетарной системы. И там уже начинается другое, уже более интересно, уже неинтересно играть в это. А сколько ты поела, сколько ты не поела? Что такое осознание, что такое неосознание? А что такое простота, как это понять, как это интерпретировать? То есть там вот этого уже, вот этих разговоров, вот этого поля уже нет. Там уже начинается уже другое, уже более интересное. Я вас хочу вывести вот туда, потому что мы, вот как говорят там, мы творцы, мы боги, мы еще что-то. Назовите как угодно, мы есть мы. И в нас такой потенциал, который вот он раскрыт на сегодняшний день, но если на 2% раскрыт, то это уже шикарно. Меня тут забросали вопросами и звонками, но это не связано с нашим эфиром, так что прощения за это, что отвлекался. Тут у нас идут вопросы, которые непосредственно к вам не связаны, и поэтому я тут не могу их подключить. Вопрос касается уже непосредственно от меня. Мне так плохо слышно вас. Правда? Так, наверное, лучше сказать? Да, хорошо, да. Когда говорят о вечности, предполагают, что всем понятно, что это означает. Мне на самом деле это не совсем понятно, какие качества у этого понятия, чтобы мы понимали, о чем, собственно говоря, и говорим. Но я сейчас быстренько скажу, принято считать, что вечность, может, не совсем понятно, но мы знаем, что такое невечность. Это что-то хрупкое, то, что кончается, то, что сулит какую-то опасность своим завершением, скорее всего, связанное с страхами нашими и так далее. Поэтому достигнуть вечности, это значит, ну, спастись как будто бы, по крайней мере, в моем восприятии. А что для вас вечности и как вы для семьи? Ну, для меня на сегодняшний этап вечность, на сегодняшний этап, потому что каждый раз приходят новые знания, и, может быть, я в следующий раз уже что-то будет другое говорить. На сегодняшний день для меня вечность – это когда твое физическое белковое тело, оно в постоянной регенерации, обновлении клеток, которое стремится за сознанием, сознание, которое идёт в глубину. И когда вот это вот сознание идёт в глубину, физическое тело, белковое тело стремится за сознанием, и это всё идёт в осознание. Это когда ты своим физическим телом можешь проживать столько, сколько тебе нужно для реализации твоего сознания. Неважно, сколько это – сто лет, тысяча лет, десять тысяч лет, либо миллион лет. Это не имеет никакого значения. Оно не подвержено, то есть нет у него такого, что оно может умереть. Вы, наверное, даже слышали, что вот когда человек умирает, медики что говорят? Они там говорят, ну, там умер от инфаркта, умер там сосудами что-то, умер от того, что там, не знаю, там что-то с головой, с сердцем, с ногами, хоть с чем. Но никогда не поставят диагноз, что умер от старости. То есть медик от этого никогда не поставит. То есть диагноза старость у нас априори не существует. Это общепринятый критерий, когда человек морщинистый, ему определенное количество лет. И это белковое существо, этого белкового человека, ну, как бы все вместе, я имею в виду, мы называем старым. Мы придумали такой критерий, чтобы нам было понятно, что такое старость. Но по медицинским показателям, если вот такое, что старость, его нет, насколько я знаю, что нет такого, что умер от старости. Умер всегда от чего-то. То есть наше физическое белковое тело, оно способно регенерировать вновь, вновь и вновь, пока у вас есть ваш путь сознания. Удивительно. Раскол делится своими мыслями, я, пожалуй, прочту. Перед осознаванием вечности сориентироваться на наполненность. Мысли о наполненности будут провоцировать выкидывание неактуальных вещей. Придет состояние безмыслия, что само по себе кайф. А дальше будет легче. Ну, хорошо. Согласна. Да, да, да. Мы еще бы, я, наверное, хотела сказать, что мы очень часто пытаемся избавиться от мыслей. Но очень многие пишут, что от мыслей возможно избавиться только на какой-то период времени, на какой-то непродолжительный. Но по факту, ребят, мысли, мы можем жить вообще без мысли, абсолютно в безмыслии. И когда мы научаемся жить без мысли, когда у нас отсутствует уже временной критерий внутри нас, то мы тогда можем со скоростью, потому что скорость существует всегда, мы можем со скоростью сравниться, когда мы сравниваемся со скоростью, тогда мы можем сравниться со скоростью мысли Творца, если назвать так. Но, наверное, это не тема сегодняшнего эфира. Это такая, наверное... Это другая, более глубокая тема. Но, по крайней мере, да, если вы научаетесь жить без мысли, а мы можем вот в этой плотности, мы можем жить без мысли. Нам они, в принципе, ни к чему не нужны, чтобы нам что-то там обдумывать, продумывать. То есть в моменте мы можем просто делать. У нас есть просто делание в моменте. Не обязательно что-то обдумывать, выдумывать, еще что-то. Просто по факту раз, и все делается. Если вы научаетесь жить в моменте, то мысли, по большому счету, они не нужны. Ну, если жить без мысли, то и получается, что ты живешь так, что все является как явление мысли, как таковой мысли Творца, я не знаю. Наверное, и в том плане, что наши мысли в таком обыденном значении этого слова, это когда забегаешь наперед, пытаешься предугадать, что-то о чем-то подумать, или на завтра, на вчерашнем день, но когда ты убираешь все эти ненужные, мысли остаются, мне кажется, своего рода, это тоже можно назвать одной мысле-чувствованием, одним единым, как бы весь мир становится, на мой взгляд. И как, о, у нас рука Артура Юдина, ну что ж, Артур, я сейчас попрошу вас разговаривать, попрошу включить на токон. Так, говорите. Привет всем, ребят, меня слышно? Да, слышно, хорошо. Хотел отметить, что сегодня такой теплый вечер, очень приятно вас слышать всех. Такой появился интерес, может ли сам Творец исчезнуть по своей воле? Ну как бы не то, что по своей воле, а просто исчезнуть. Да, можно я отвечу? Ребят, вы задаете столько ненужных вещей, которые вас уводят от самого себя. И чем больше вы будете эти вопросы задавать, тем больше вы не получите никаких ответов. Что бы я сейчас ни сказала, это не приведет тебя ни к чему абсолютно. И оно уведет только от тебя. Ты начнешь ковыряться в том, до чего ты еще не дошел, ни дорос, ни достиг, ни до чего. То есть ты себя не знаешь. Это очень часто. Это то же самое, что если, например, ребенок в первом классе будет говорить, нет, вы мне все-таки расскажите, что такое высшая математика, а которая не умеет складывать дважды два. Вот вам зачем те вопросы, которые... Чтобы просто быть умным для самого себя? Не-не, Свет, я себя знаю, просто мне самому интересно. Вот я тот, который я себя знаю, я просто вспомнил это из детства, кто я. И мне самому интересно, могу я исчезнуть? Исчезнуть? Может каждый. Вот может, да, то есть просто исчезнуть. А как можно исчезнуть для самого же себя? Как может каждый? Светлана, я тут не согласен. А как можно? Ну смотри, если ты, например, твое белковое физическое тело умирает, что есть? Я есть. Кто есть я? Я есть в сознании. Вот это я. А белковое тело что, это не ты? Это тоже я, только бывший. А как это бывший? То есть ты сейчас бывший и настоящий, два в одном? Нет, это пропавшее я. Куда пропавшее? Упущенное мною я. А ты просыпаешься иногда, бывает, без руки пропавшее? У тебя бывает, что у тебя рука пропала? Не было такого, только не имел один раз. Ну а почему тогда ты можешь быть пропавшим, а я существует? Ну, значит, смерть тела невозможна? Смерть тела невозможна. А почему ты разделяешь тело и сознание? Потому что я, будучи живым, испытывал состояние, которое нельзя испытать пятью органами чувств. Чувств, вот как. И что, а пять органов, хорошо, если даже больше органов чувств, они через что к тебе пришли? Что-то через то, чего я не вижу, не слышу и не могу я пощупать. А они бы к тебе пришли, если бы у тебя не было физического белкового тела? Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо выйти из этого тела. А мы пока не можем сказать, так ли это или нет. Пока не выйдем. Но вот ты сейчас просто говоришь те вещи, которые ты интерпретировал как для себя на данном этапе, что это твоя правда. Но чем больше ты будешь себя разделять в белковое тело от сознания, тем меньше ты в этой плотности сможешь реализоваться. Логично. Что ж, друзья, у нас вопрос от Ирины Кайфуши. Когда я испытываю радость, а еще бы с такой-то фамилией, как ребенок от созерцания природы, от тепла солнца, от дыхания леса, от прикосновения воды, это все-таки чувствование или раскачка эмоций, которые мешают прийти к вечности. Ребят, очень простой критерий, как отделить чувствование «я» от эмоций. Смотрите, эмоции всегда есть хорошо и плохо. Весело, грустно, плюс, минус. Это всегда эмоции. А чувствование вы никогда не сможете определить, плюс или минус. Это всегда чувствование. Вы всегда идете в глубину. Там нет хорошо или плохо. Там нет лучше, больше, меньше, красивее, темнее. Это всегда про чувствование. Если вы можете интерпретировать, это всегда про эмоции. Именно поэтому я и говорю, первый шаг в осознании себя – это когда у вас убирается критериальность, когда у вас убирается хорошо-плохо, плюс-минус, жарко-холодно. Ну, жарко-холодно – это чувство, наверное, не про это. Ну, вы поняли, да? Когда вы это убираете, то отпадают эмоции. Когда отпадает эмоциональный фон, то все, что привязано на эмоции, у вас отваливается. И вы идете в тотальное осознание себя и в этот мир. Ну, можно сказать, что это означает, что что бы я ни делал, надо делать с предельным чувствованием этого дела, никак не отвлекаясь на какие-то подключенные мысли или что-то вроде этого. Это находиться, ну, сто раз уже говорили, конечно, находиться именно вот в этом процессе полностью, и тогда это будет полное, полновесное проживание действительности, а значит, и всей жизни. Ну, это было бы здорово, но не у каждого же это получается. Вы заметите, сколько вы можете находиться в моменте. Очень часто же идет такое, вот вы вроде начинаете практиковать даже. Вот у меня такое было. Я когда не поняла вот этого всего механизма, так скажем, да, вот я могла идти и думать, вот, вот у меня там ветер так там в волосах, я чувствую кожу, там, например, влажность какую-то, я чувствую, как я иду, как у меня ступают ноги, сначала там на пяточку, потом еще что-то. И каждый момент ты идешь и чувствуешь, и думаешь, а потом ловишь себя на каком-то моменте, что думаешь, блин, я же вот это вот не постирала, а вот это вот я не переставила, а вот это вот я не помыла. Потом думаешь, так, 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 а где это я вообще прервалась, на каком этапе я меня выстегнула опять из этого момента. И это же очень часто бывает и с большинством людей. И я бы, наверное, все-таки вам рекомендовала, но это моя рекомендация, сходите, пользуйтесь, сходите, нет. Что сначала, по крайней мере, я как входила в эти состояния, я сначала входила механически, я просто механически убирала оценочность. То есть я вижу что-то, и я только начинаю оценивать. Я себя сразу же подлавливаю на этом. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. И когда вы механически начинаете все больше и больше отлавливать, то вы потом входите в это состояние, что вам уже не нужно себе это повторять. Вы уже просто смотрите на это на все, как на факт. А когда вы смотрите на это как на факт, вам не захочется уже что-то обмысливать. И вы все больше и больше погружаетесь в состояние безмыслия. У меня такая мысль пришла в голову, кстати, что если уж практиковать на том, чтобы что-либо делать без отвлечения, то, наверное, прежде всего это не браться за все дела подряд, это все равно невозможно, ты все равно будешь отвлекаться, а что-то одно выбрать и попробовать, например, свое любимое дело, хобби. Обычно он действительно так и проходит, полная концентрация на нем. И понаблюдать за собой, может быть, действительно так и получается. Ну и так моя мысль, мою мысль в ту сторону. Светлана спрашивает, Ирина Паевуша, рассматриваете ли вы возможность проведения живых встреч или ретритов в других странах? Да, и, ребят, еще в России-то я нигде практически не была. Поэтому сначала Россия, потом уже за другие страны я пока не говорю. У нас очень много городов, маленьких городишек, которые с огромным удовольствием бы я съездила. Как вы думаете, Светлана, вот поможет ли введение так называемого эмоционального дневника, допустим, в течение 21 дня, чтобы стало привычкой, описывать подробно те эмоции, которые ты проживаешь. Таким образом, получаешься, хочешь или не хочешь, включается наблюдение за своими эмоциями. То есть какая-то жука ученого. А там, где ученые, это, собственно говоря, эмоции, там исследование. И всякий раз... Ну вот смотрите, это чтобы постоянно записывать свои эмоции, это сколько у вас должно быть свободного времени? Это вы же вообще практически ничем не заняты, а все время углубляетесь самого себя. А если у вас нет интереса извне, потому что нельзя, нужен баланс, что внутри, то есть снаружи. Если у вас нет интереса то, что еще вне вас, то вы просто погрузитесь в то, что вы пишете, и будете это интерпретировать через ум. Ум — это всегда фильтр на первой стадии. Если вы переходите, если вы поняли, что вы уже готовы идти дальше, то чем меньше интерпретации через ум, тем легче вы будете приходить к самому себе. У нас руку поднял Юрий. Попрошу включить микрофон. Пожалуйста, Юрий, говорите. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Вот. Я хотел спросить, что жизнь, вечная жизнь в этом грубоматериальном мире — это очень плохо. Правильно? Это страдание. Почему? Смотрите, вы сейчас же говорите с позиции «хорошо-плохо», значит, мы с вами уже не сможем проговорить этот момент. Вы уже поставили критериальность. Это уже, значит, как бы смысл о чем говорить. Чтобы мы с вами друг друга переубеждали, хорошо это или плохо, это вообще не про это. То есть хорошо в этом мире вечная жизнь? Или как? Этот мир есть. Хорошо в нем или плохо — это зависит от того, как вы на него смотрите, так часто отвечают на подобные вопросы. Нет, это не «хорошо» или «плохо». Там не может быть «хорошо» или «плохо». Это просто факт. Если «хорошо» или «плохо», вы никогда туда не попадете. Вы будете всегда в оценочном мире, который всегда конечный. Потому что оценка, она всегда либо «да», либо «нет». Всегда есть начало и конец. Просто есть мнение религиозное, что духовные миры существуют, духовные миры бестелесные, где хорошая жизнь, а в грубом мире там плохая. Ну, здесь, то есть, есть страдания. Но я как бы не вижу смысла, чтобы поддерживать чьи-то мнения, тем более, которые касаются религии, как бы я в религию, в политику вообще не лезу. Я вам все-таки говорю о нашем теле и о нашем сознании. Это вообще не про это. Да, ну, я просто хотел, может, заинтересует вас. Спасибо большое. Ну, а в целом, Светлана, только если мы уходим от хорошего и плохого, вот так или иначе, в итоге мы смотрим на мир в сторону именно, как ни крути, хорошего. Ну, то есть, все-таки, когда не разделяешь, по-любому получаешь именно, в результате-то получаешь, ну, ты получаешь тогда глубину, ты не получаешь хорошо. Когда ты выходишь в хорошо, когда ты начинаешь, вот у тебя есть хорошо, так там же будет и плохо, в любом случае. Если ты выходишь в глубину самого себя, это просто факт, ты просто расширяешься. С каждым разом ты расширяешься. Да, там, где есть глубина, там же есть и поверхность, в любом случае. Я могу парировать. Но здесь же я не про эту глубину говорю. Я же не говорю, где дно, а где поверхность. Я же не про дно говорю. А я говорил про другое хорошо, не эмоциональное, а про настоящее. Что-то связанное с блаженством. Не испытывали такого? Ну, это, наверное, не блаженство, а какая-то, нет, это с блаженством не назвать. То есть те состояния, которые приходят в определенный момент, они немножечко отличаются. И их словами описать намного сложнее. Потому что, если ты начнешь описывать, тебе будут говорить одни, описать, твое описание скажет, ну, это ближе, наверное, к чему-то не такому вот заманчивому, что-то вот как-то скучновато. Другие будут говорить, о, ну, там вот хорошо, хотя бы вот это вот, ну, уже будет лучше. Оно не про это, оно идет ровность, и она такая, внутри ровность всегда, всегда она идет ровность. Снаружи ты будешь таким человеком, какой ты есть, какие у тебя характеристики, какой у тебя характер, какие у тебя, хотя характер, конечно, тоже меняется, но тем не менее. это не про блаженство, это не про блажь. Оно какое-то больше ровное, оно другое. А у нас тем временем есть еще одна рука, довольно много. Ой, можно сказать? Говорить. Хотела. Светочка, если посмотреть на это таким образом, не хорошо-плохо, потому что хорошо-плохо, это оценочность, это идет от ума. А если посмотреть на это, приятно-неприятно, это эмоция. И она, в общем-то... Эмоция всегда от ума. Она неотрудная, она происходит без ума, она вот чисто физиологическая. Приятно-неприятно... Физиологическая эмоция не бывает, бывает только физиологическое чувствование. Эмоция всегда идет приятно-неприятно, это вы всегда идете через социальное, через ум. В любом случае, через социальное, через ум. Потому что, смотрите, вот приятно-неприятно, в спортзале вы занимаетесь, и после этого у вас приятная боль, приятная боль. А если вы такую же боль будете испытывать после того, как вас побили палками, у вас эта боль уже будет неприятная. Но она может быть такая же. Ну, а я другой пример тебе предложу. Смотри, если ты, допустим, чувствуешь какой-то запах, ты сразу чувствуешь, приятный он тебе или неприятный. Нет. Ты его не отмениваешь. Нет. Это же про другое. Это же на первом этапе вы будете чувствовать приятный или неприятный запах. А потом запах, он перерастает же в другое. Вы чувствуете клетку. У нас на каждой, у нас каждая клетка, у неё есть свой запах. Каждая эмоция, каждое чувствование, каждый спектр чувствований у нас имеет запах. И там раскрывается история о неприятной и неприятной. Приятной и неприятной – это другой уровень. Вы из него потом выходите. Если ты видишь что-то, допустим, ну, я не знаю, уродливое, тебе сразу неприятно. А что значит уродливое? Это нельзя объяснить. Просто вот ты видишь, сразу неприятно. Не знаю, давно такого не видела. У нас две руки, обе женские, как я вижу отсюда. Итак, первая подняла руку Елена. Лена Кучеренко. Елена, задавайте вопрос. Сейчас я вас включу. Алло, Светлана, добрый день. Добрый. И вот я хотела сказать, что очень откликается то, что говорите. И сразу вспомнился свой опыт, который был еще в 2018 году. Вот, хотела уточнить вот что. Если есть оценка, то это уже получается у нас двойственность, так? Угу. А когда нет оценки, это получается, ну, единство. То есть единство, ну, хотя бы с миром, вот этих вот ощущений, которые сейчас происходят. Можно так назвать, да? Вот. Еще я заметила такую интересную вещь, что когда вот происходит безоценочное чувство, мне это всегда открытость. То есть как вот у ребенка такое свежее восприятие. Ну, просто вот открытости, и нет там никакого. Ну, то есть ты еще не знаешь, что это такое. Ты просто это наблюдаешь, вот, и ощущаешь. А закрываться нет кого, да? Да, да. И вот это как раз вот, ну, такое стопроцентное. И оно как бы интересное такое вот. И даже если что-то фиксируется, вот, ну, запах там какой-то или еще, то оно именно вот, ну, как фактично сфиксируется. Да, это запах. Да, там кот сходил в туалет. Просто у меня когда вот случился этот опыт, у меня, собственно, ну, конечно, был просто фейерверк вообще чувств, потому что у меня со звуком это произошло. То есть у меня было очень большой категоричность со звуками, ну, то есть очень жесткие оценки, что это нравится, это не нравится. Вот. И когда слетела оценка, то она слетела и со звукой, и со запахом, и с много чего одномоментно. Вот. И было обнаружено, что, ну, вот, когда нет этой оценки, то все просто происходит, и оно все просто проходит сквозь тебя. Вот. И, ну, кстати, вызывает очень приятное ощущение чувства. Вот. И, ну, вот от тех звуков, которые бесили, они вот стали вызывать приятные ощущения. Да, но потом я научилась абстрагироваться от этого, потому что это был просто постоянно какой-то кайф. Вот. И что меня тогда удивило, что запах, ну, вот, кот сходил в туалет, и я просто обнаружила, что, ну, вот, как, знаете, как вот фиксируется, ну, просто вот понимание, что, ну, вот, что-то произошло, вот запах, ну, то есть просто сам по себе. Первое-то знание, да, через запах. Да, да. Ну, нет оценки, что это плохое. И было такое удивление, что вот, ну, там, зафиксировался одновременно, ну, что там, запах там какого-то парфюма, там, или еще что-то, или освежитель, не помню. Вот. И было удивление, что одинаково, то есть абсолютно одинаково. И вот это был такой огромный знак удивления, ну, что как так-то, вот, вот вроде как кот покакал, и тут вот какой-то вроде должен быть приятный запах, а вот это вот не подключилось, вот эта оценка. И вот, ну, такое было, можно сказать, открытие на уровне знаний, что вот она вот, когда оценка слетает, она, в принципе, со всего сразу слетает, ну, когда такой нормальный опыт. Вот. И вот это вот именно фактичность, ну, вот просто факт этого запаха, и все. Вот. Но, правда, у меня потом страх некоторый включился, потому что, когда я случайно наступила в этом состоянии на гвоздь, ну, там просто доска была с гвоздем, вот, я наступила, и боли не почувствовала, просто обнаружила, кровь течет. Ну, то есть, ну, то есть, кровь течет, как бы, и боли не было. Вот. И дальше что-то я... А потом подключилась, ну, на какой-то момент подключилась, ну, такой страх, что ли, что вот, как так-то? Или вот, например, я стою в февраль месяц, я только что помылась, а обычно, ну, как раз-то все в феврале происходило, форточка открыта, и вот эта мысль, что холодно, не подключилась, ну, что я могу простыть там или еще что-то, просто вот ветер дует, ну, ну, там, не страшно, ну, то есть, как бы вот, ну, все равно потом стали подключаться вот эти вот мысли, когда вот кровь увидела, что, ну, типа, насколько это страшно может быть, вот, как вот в таких ситуациях. Ну, это, конечно, у меня был давно этот опыт, то есть, сейчас я просто говорю больше из-за вспоминаний, но я помню его достаточно ярко, естественно. Но с этим нужно, с этим нужно научиться жить, и когда ты научаешься жить, когда ты не зацикливаешься на этом, ты идешь дальше, и у тебя происходят другие моменты в жизни, то есть ты, эти же, то, что с тобой произошло, это первая стадия. Что-то у меня тут все слетело, да? Да, да, что-то вообще как-то, сейчас я перезагружусь. А я все ничего не вижу. Белый экран. Все нормально. Ну, я думаю, что как раз будем заканчивать. Это первая стадия, когда вы научаетесь, когда вы видите вот эти, слышите запахи, вибрации, когда вы можете уже воспринимать звук через вибрационное, через белковое тело, когда вы можете почувствовать уже без ушей, когда вы можете через запах видеть не только какие-то, как мы привыкли, там, ароматы, да, а через запах вы видите историю. Саму суть, саму суть вот этого запаха, да, по сути? Суть – это первое. Потом идет история, то есть откуда это, то есть у нас каждая клеточка, каждая эмоция, каждое чувствование, у нас она все пахнет. И у него есть свой, пахнет я так, да, такое грубое слово, у него есть у каждого свои нотки, и эти нотки, они у нас распаковываются через нас. То есть мы можем знать, что человек чувствует, он говорить может одно, а чувствовать он может другое, потому что, когда он говорит, это просто слова, а он, вот когда это говорит, он проживает определенные моменты, которые даже он, может быть, не ощущает и не чувствует, а ты через запах это уже можешь проследить. Вот. И ты с определенным моментом, с определенным временем начинаешь, начинаешь это в себе раскрывать и интерпретировать уже по-другому, научаешься жить с этим. А, кстати, вот сейчас, пока мы, пока мы, вот я рассказывала вот этот опыт, вот сейчас вас слушала, я поняла, что тогда еще не только оценка слетела, но и отношение к этому. У меня же была целая история, целое отношение с звуками, с запахами там, да, а тут вот в этот момент опыта у меня просто слетело еще и отношение к этому, поэтому все открылось и прям просто все происходило, он просто вот как флейта, то есть все бытие стало как флейта, ну, то есть как через меня, как через флейту происходить, я пустая была в этот момент. Ну что ж, Светлана, у нас, ну, извините, я все-таки хочу вас одной минутой еще поддержать вас у нас. Благодарю большое, спасибо за ответ. Да, последняя рука у нас сняется, это некто Анастасия, всякий раз, когда я говорю Анастасия, мне хочется продолжить Зелевич, и возможно, это будет Битва Титанов, если это Анастасия. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не Анастасия Зелевич, я просто Анастасия Шуковская. Говорите, задавайте вопрос довольно коротко, если можно, и все будет заканчиваться. У меня нет вопроса, я просто хотела сказать, что когда я, вот, я слушала вас, да, то, что вы говорите, про какие-то эти полюса у меня нету такого ощущения, что как-то я так в жизни ориентируюсь. Но я поняла, вот, с темой автономии, что это вообще про целостность и про, и про, ну, вообще состояние, не про то, что есть или не есть, или вот как-то ориентироваться. Я просто хотела у Света как бы уточнить. Да, да, у вас, я же говорю, что на определенном этапе у вас отпадают эмоции, вы идете на чувствование, а еда – это эмоции, и у вас отваливаются, когда эмоции, тогда вам без разницы, идите вы или не идите. Вы можете есть, можете не есть. Это вообще не про это. Это не про, не про то, что вы себя будете там кем-то считать или кто-то вас будет считать. Вы, пожалуйста, вы можете уже идти к самому себе, идти в осознание себя, и будете вы есть или не будете – это уже другой вопрос. Захотите – поедите, но это уже не будет какие-то пельмени, это не будут какие-то салаты, это что-то будет минимальное, очень редко, редко я имею в виду там раз в две недели, раз в месяц. по каким-то определенным причинам и родственники там попросили там еще что-то, чтобы не идти на конфликт, который социум у нас, у него понятия другие. Может быть, вот это вот будет в вашем мире, но это вообще не про то, что обязательно нужно не есть или еще что-то. У вас это вообще полностью отпадет. Вы же не задумываетесь, нужно нюхать пластмассу постоянно или нет? Вы же об этом не задумываетесь, этого критерия даже в вашем мире же нет. Но вы в принципе можете понюхать пластмассу, а можете не нюхать. Я даже не нюхать пластмассу предлагаю, а предлагаю поднять бокалы, сперва наполнив их праной или с эфиром, и выпить за чувственность, за полное проживание нашей жизни, действительности. Поблагодарить Светлану за то, что была в нашем эфире, попросить непременно приходить еще. Ну, так не через неделю, так через две недели. Всем спасибо, друзья. Переходите в Zoom-сообщество, там наша вечеринка продолжается. Спасибо всем. Всего доброго.